Всем привет! С вами Эльдар Монтазин, канал Mobile Review и мы поговорим сегодня про два аппарата. Это Fold 5 и это Fold 6. Причем поговорим мы с точки зрения практической, прагматической. Если вы рациональный покупатель, если вы не испытываете тягу отдать примерно 190 тысяч за новинку, ну 190 тысяч и выше, то наверное вам будет интересно сравнить пятый Fold и шестой. Более того, владельцы пятого Fold, такие как я, вот год я прожил с пятым Fold, очень доволен аппаратом во всех смыслах, он показал себя с наилучшей стороны. Что ждать в шестом Fold, на что ориентироваться, насколько это важно или не важно и можно ли закрыть глаза и смело пропустить это поколение? На мой взгляд да, потому что сегодня вообще обстановка на рынке очень простая. Вот соседние модели там Fold 5, Fold 6 они отличаются не очень сильно. Fold 7 будет сильнее отличаться, уже интереснее, сменой больше эмоций будет. Fold 8 еще интереснее, но вопрос насколько ваша зеленая жаба там победит вас или как вы убедите себя? Я себя убеждаю всегда очень просто. Я говорю Эльдар, это твоя работа, тебе нужна новинка и вы знаете, вот когда вы берете в руку новый аппарат, он всегда классный, потому что он новый. Ощущение новизны, новизны любого продукта, оно всегда подкупает, даже если он примерно плюс-минус такой же, как раньше. Есть куча мелочей, на которые обратим внимание, которые изменились безусловно, но вот новизна это один из факторов. Наверное будет как обычно при выходе флагманов много разных роликов у нас на канале. Я постараюсь в них не повторяться, не переливать из пустого в порожнее, а остановиться вот конкретно на конкретных вещах. Если говорить про Fold 5, сегодня его на сером рынке. На сером рынке это поставки из других стран, параллельный импорт, можно купить за 100-105 тысяч рублей. Причем можно купить как версию 12-256 за эти примерно 100 тысяч рублей, так и версию 12-512 гигабайт. Это очень интересно. Если говорить про память оперативную, 12 гигабайт и тут и там, и в общем-то разницы вы не получите никакой. Производительность примерно одинакова, за одним исключением. Внутри Snapdragon 8 Gen 2 и 8 Gen 3 for Galaxy. Что это значит? Это значит, что процессор разогнан, и в синтетических тестах, конечно же, Fold 6 выигрывает. Выигрывает с точки зрения вот этих виртуальных попугаев. Но разница в производительности, в реальных приложениях. Камера, диктофон, игры как таковые. Играть на этом аппарате можно, но это не самая удобная штука. Особенно за счет того, что ваш внутренний экран имеет геометрию 4х3. Вот такую вот геометрию. И играть в игрушки, конечно, можно. Но это не игровой смартфон с точки зрения вообще геометрии экрана, того, как он воспринимается и так далее. Поэтому я бы не советовал игроманам ориентироваться на Fold. Fold вообще имеет другую аудиторию. Но про это в обзоре Fold-Up поговорим. Пока же мысль очень простая. Разницу именно в производительности вы не увидите. Но разница, она определенно присутствует в том, что при меньшей толщине корпуса, чуть-чуть меньше, в той же системе охлаждения де-факто, которая осталась в Fold-Up 6-ом, процессор более мощный, большие частоты. Плюс эти частоты разогнаны. И троттлинг, который наблюдался и в Fold-Up 5-ом, в 6-ом Fold-Up наблюдается намного сильнее. Но тут возникает вопрос, да, троттлинг это плохо. Безусловно, плохо, аппарат греется. Но можете ли вы загрузить его вот чем-то, что действительно даст вам такой троттлинг? Я не знаю. Это зависит от ваших задач. Если вы конвертируете 8K видео нон-стопом с утра до вечера, живете в жаркой стране, наверное, вы будете это ощущать. Я за год использования 5 Fold-а троттлинг ощущал, ну, не буду врать, да, не по количеству палец на руках и ногах, но за год, вот за 365 дней или там большее количество дней, наверное, было с Fold-ом 5-ом у меня, я ощущал троттлинг, ну, несколько десятков раз. Несколько десятков раз за все время, когда я делал очень простые вещи. Он заряжался, это было жарко вокруг, то есть это Азия. Одновременно я мог снимать, заряжался от батарейки, например, я снимал какое-нибудь видео в 8K, одновременно передавал файлы куда-то в облако. То есть, ну, вот делал вещи, которые обычный человек не делает одновременно. А я на ходу с какой-то презентацией, вот такой мобильный офис для меня, все это гнал куда-то. Следующий момент, про который хочу, наверное, поговорить. Ну, все-таки цена, да. Цена на старте продаж в России была 189 тысяч. Ну, вы знаете, это маркетинговая 189 тысяч 990 рублей, если мы говорим про 5 Fold. Я тогда очень возмущался, что разница между 4-ом и 5 Fold-ом не так высока, а цены скакнули вверх. У меня, как у любого человека, наверное, был ценовой шок. Сегодня у меня нет этого ценового шока по одной простой причине. Мы за этот год к размерности цен привыкли. И более того, увидели, что ничего не меняется. Цены, в отличие там от тех же айфонов, а цены благостно падают очень быстро. И можно купить тот же был 5 Fold за счет мегамаркета и других площадок с большими скидками. То есть буквально через месяц-два их продавали по 100, можно было найти по 120-125 тысяч рублей. Ну и вот сегодняшний серый рынок я назвал. Та же самая ситуация повторится с 6 Fold-ом. Поэтому если вы рациональный и прагматичный покупатель, ловите скидки, ловите, когда он появится по правильной цене. Если же вы нетерпеливы, как я, вы можете уже сейчас оформить предзаказ. В нем там дают Buds 3 Pro, который отдельно стоит 20 тысяч рублей. Ну и, в общем-то, получите этот аппарат. Когда предзаказ закончится, там ритейл без наушников на 20 тысяч эти точно совершенно наверняка подвинется. А при этом в ритейле то, что вы покупаете, вы покупаете Кавказский регион. Это модели, которые гарантийные в России, а не официальными сервисными центрами Samsung обслуживаются. На сером рынке 100, 105, 110 тысяч. Конечно же, официальной гарантии никакой нет. Давайте, хватит предисловий, давайте смотреть на аппараты вблизи, для того чтобы понимать, а что, собственно говоря, поменялось и как они отличаются. Значит, вот они лежат у меня на столе и кажется, что аппарат справа намного меньше. Ну, как намного? Относительно меньше. Вот несколько миллиметров, кажется, что съелось. Другой блок камер и аппарат на этом блоке гуляет, когда он лежит в сложном состоянии. Предыдущий тоже гулял. Давайте перевернем их вот так, чтобы сравнение было лучше. И вот тут мы видим, что действительно разница есть. Этот аппарат стал тоньше, но это не так важно для большинства, тем не менее. Блок камер. Блок камер поменялся, если здесь вне зависимости от цвета окантовка была такая белесая. Вот этот металл, он, кстати говоря, заминается. Здесь сделали кант, оформленный рифлением, и он черного цвета. Я вам хочу сказать сразу, что на этом рифлении вот всевозможная пыль собирается, остается просто моментально. Вот я сейчас гоняю какую-то пыль, вы видите. Мне не нравится это решение с точки зрения того, что, ну, ребят, вы когда в своих чудо-лабораториях подземных в Сувоне или где делали вот это рифление, надо думать, что пыль в жизни, она присутствует в кармане каждого живого человека, даже такого человека, кто покупает Fold. И поэтому это не лучшее решение. Ну, то есть собирается пыль. Убрать ее крайне сложно. Я вот возьму сейчас тряпочку, даже тряпочкой, которая собирает это все. Ну, в общем, занятие так себе, честно скажу. Не хочется этим заниматься. Второй момент заключается в том, что постепенно этот металл будет заминаться. Тут появятся царапины. Зависит от того, насколько вы хорошо или не хорошо общаетесь с аппаратом, но тем не менее. То, что модуль камер приподнят, если вы носите чехол, тут может собираться пыль. Но вот на светлом свете это хорошо видно. На темном свете это видно не так хорошо. Следующий момент. Стекло. Сатинирование, сатинирование. Стекло никак не поменялось. Царапки на нем могут оставаться. Вот я уже специально его пытался сапфировым стеклом, защищающим камеру, потереть. Все потерлось. Тут вот за год у меня, но он в чехле, правда, жил задним. Одна царапка. Тут несколько царапок, которые немножко меняют цвет. Корни Gorilla Glass Victus 2. По прочностным характеристикам все одно и то же. Но я хочу сказать, что очень сильно поменялась эстетика. То есть эстетика пятого фолда. Это закругленные края, грани, хромирование. Хромирование, вот если провести, оно очень приятное на ощупь, не шершавое абсолютно. Если провести по фолду 6, прямые грани, скосов как таковых нет. Вы видите это на уголках. Но самое главное, вот движение другое. И не остается никаких отпечатков от пальцев. Это, кстати говоря, очень-очень неплохо. Датчик отпечатка боковой абсолютно одинаковый. Абсолютно одинаковые клавиши регулировки громкости, расположение двух наносим карточек. Но вот тут мы приходим к другому моменту, важному компоновка. Динамик, прорезь появилась ровно такая же, как прорезь, которую мы видим на S24, да и на многих других, даже бюджетных аппаратах Samsung. То есть теперь это прорезь. Здесь Gore-Tex мембрана стоит, защита от воды, защита от пыли в том числе. Но все достаточно неплохо. Также прорезь. Тут динамик выглядит вот так. Микрофоны ровно такие же. То есть компоновка вообще не отличается. Шарнир чуть-чуть тоньше, но в силу понятных причин. Алюминий. Но алюминий, если в фолде пятом это хромирование, то есть он белый всегда, то тут окраска прям в цвет корпуса и достаточно надежно, не царапается. Я не думаю, что с этим будут проблемы. Армированный алюминий заявляет компании на 10% большую прочность. То есть это структура алюминия. Сам материал ровно такой же. Это сплав алюминия. Но при этом, при достижении вот практически всех тех же характеристик аппараты весят совершенно по-разному. То есть 239 грамм весят новый Fold 6 и 253 грамма, насколько я помню, весил Fold 5. Сейчас посмотрю, уточню, чтобы не было разночтений. Да, 253 грамма. Ну и в раскрытом состоянии 5,6 миллиметра, хочется сказать, миллилитра. 6,1. Давайте откроем их для того, чтобы сам механизм, кстати, тоже поменялся. И если говорить про раскрытие, всегда мы раскрываем двумя руками. Вот этот Fold, Fold 5 в моих руках. Я хочу сказать, что он достаточно туговат. За год он не разработался, и это неплохо. Если говорить про шарнир здесь, то это шарнир с так называемым механизмом поддержки, наверное, на русский можно перевести, assisted. То есть это некая помощь дополнительная. Что это значит? Это значит, что когда вы начинаете его раскрывать, шарнир вам немножко помогает. То есть вот это движение, он не болтается абсолютно, но начальное движение не нужно прикладывать дополнительных усилий. Вот. При закрытии при этом этого нету, то есть он не захлопывается. Закрытие, наоборот, происходит с неким усилием. Если же посмотреть на шарнир здесь, то здесь нету вот этого движения. То есть вы начинаете открывать, он открывается легко, дальше немножко с усилием. При закрытии при этом в конце, ну вот вы слышите звук. Он чуть-чуть хлопает. Здесь, я пользуюсь аппаратом, хлопок есть, но само движение другое. Не знаю, как вам объяснить вот так витиевата. Разница есть. Действительно, механизм другой. Механизм воспринимается иначе, и по эстетике, по эргономике это аппарат другой. Он не врезается в руку. За счет того, что ширина у него отличается почти на миллиметр и толщина при этом меньше, он лежит в руке значительно лучше, чем ложится в руку этот аппарат. Это заметно при прямом сравнении. Вот прям заметно. Второй момент, на который многие не обратят внимание, на мой взгляд, размер внешнего экрана. То есть у экрана и там, и там есть рамки, но размер внешнего экрана чуть шире, чуть больше 6,3 дюйма против 6,2 дюйма. Характеристики экранов с точки зрения разрешения плюс-минус одинаковые, но шире экран напоминает обычный аппарат. И это говорит о том, что когда мы... Давайте посмотрим какую-нибудь фотографию. Допустим, вот так. Пытаюсь найти. Вот. Когда мы говорим про экраны, цветопередача, яркость экрана и прочие характеристики, они лучше, конечно же, на новинке. 2600 нит это пиковая яркость, 1600 нит в автоматической регулировке. Чтобы вы понимали, 1750 нит была пиковая яркость у предыдущего Fold. Цветопередача кажется, что одинакова. Она не одинакова. Яркость у меня сейчас одинакова, но понятно, что снимки сделаны на каждый аппарат. Снимок здесь выглядит несколько ярче. Ярче, насыщеннее, так же, как и другие картинки, которые мы получаем. Ну, то есть, в жизни это хорошо заметно. Здесь картинка более звенящая, более интересная, чуть-чуть резче. Ну, во многом это связано в том числе с экраном. Но разница не ошеломляющая, безусловно. Вообще, год-году дисплеи меняются не так сильно. В чем преимущество? На солнце вы будете видеть ровно то, что вы будете видеть в помещении. Экран снова в очередной раз сделали чуточку лучше. Если говорить про шим, частота здесь выше, поэтому те, кто страдают на OLED-экранах от шима, могут совершенно спокойно сказать, что здесь все будет значительно-значительно лучше. Поехали дальше, наверное. Если мы едем дальше, то поговорим про камеры. Про камеры я хочу поговорить следующее, что 50-мегапиксельный основной модуль, он одинаков на обоих аппаратах, в обеих моделях. Этот модуль достаточно неплох, он хорошо фотографирует. И делая сравнительные снимки на этих устройствах, я могу сказать, что они не отличаются кардинально. То есть вы получите примерно одинаковое качество снимков. Давайте посмотрим. То есть сказать, что снимки будут отличаться как-то кардинально нельзя. Они скорее отличаются сейчас за счет цветопередачи на экране настроек, которые здесь есть. Но по умолчанию они одинаковые. Большая резкость связана с обработкой снимков и так далее и тому подобному. То есть экран на Fold 6 мне нравится больше. Ну, так часто происходит год к году. Мне на Fold 5 экран нравился больше, чем на Fold 4. Иногда мне кажется, что это маркетинг, но действительно подкручивают экраны с точки зрения характеристик. Просто разница не такая ошеломляющая. И тот, и другой экраны очень-очень классные. Если говорить про возможности съемки, они абсолютно одинаковые. Картинка при этом мне очень нравится на Fold 6. Он действительно снимает неплохо. Причем обратите внимание, у меня этот снимок не получился. Вот этот снимок вышел. Сидят люди, общаются. Мне кажется, там какие-то знакомые сидят. Даже люди. Ну, вот как-то так это все выглядит. При приближении надо посмотреть на компьютере, конечно. Но цветопередача камеры, она несколько отличается. То есть тут более насыщенная картинка. Если мы говорим... Это ночной режим, кстати говоря. Вот этот ночной режим. Ну, плюс-минус одного поколения аппарата. Разницы такой огромной, ошеломляющей нет. Кажется, что вот здесь ложбинка, это тоже важно. Ложбинка больше. Здесь она значительно меньше. Она не такая глубокая. Поэтому, если вас раздражает ложбинка, Fold 6, ваш аппарат, он будет достаточно любопытным для вас. Что еще хотелось бы отметить? Защита от воды IPX8, IP48. Первая цифра 4, значит, что от пыли аппарат защищен. Пыль размером, ну, это уже не пыль, это песок, скорее. Один миллиметр и выше. На самом деле уровень защиты выше, но забивается, может забиваться, не обязательно порт, микрофон. Поэтому получили только IPX8. Будет ли IPX8 у такого аппарата? Вопрос открытый. Но в любом случае, конкуренты не предлагают такой защиты от пыли. Поэтому этот аппарат заметно лучше. Если вы знаете, что у вас постоянно грязные карманы, наверное, стоит на этом остановиться и сказать, что буду пользоваться вот таким вот аппаратом. Что осталось еще сказать? Мне кажется, что быстродействия и прочие вещи, я уже говорил об этом, они примерно одинаковые. Аппарат немножко в другой эстетике, то есть он выглядит вот таким вот прямоугольником. Камера подэкранная 4 Мп, она примерно одинаково снимает, подступ работа отличается. Тут она более агрессивная. Но в целом, там, все фишки Galaxy Ae, Fold 5 получат просто чуть позже. Так же, как это было с фишками SS24 и прочим-прочим. То есть по софту они одинаковы. Поддержка 7 лет, 5 лет обновлений, плюс 2 года security patch будут поступать. Здесь поддержка чуть меньше, это 5 лет, 4 плюс 1. Но не играет большой роли, вы не будете пользоваться 5 лет этим аппаратом, скорее всего. Ну, просто надоест, вы его смените. Хотя, возможно, кто-то будет наслаждаться телефоном там, 5, 6, 7 лет, заменив батарейку. И тут мы приходим к самому главному. Выросла яркость экрана, батарейка осталась ровно той же. Двухкомпонентной, 4400, зарядка 25 Вт. И, собственно говоря, другая не нужна, потому что не поддерживается быстрая зарядка. По нынешним временам быстрая зарядка. 65 минут вы будете заряжать, и тот, и другой аппарат. Реверсивная беспроводная зарядка, беспроводная зарядка. Все параметры абсолютно одинаковые. По времени работы, несмотря на то, что ярче экран, несмотря на то, что прожорливый процессор, 8 Gen 3, а тут 8 Gen 2, плюс-минус одно и то же. Сутки вы вполне себе получаете. Здесь не на что жаловаться. Ну вот, наверное, основное сравнили. И осталось снова напомнить, что цена, цена, она сильно отличается. 189 тысяч на сером рынке, пока их нету. 105-110 тысяч на сером рынке. Вот такая же конфигурация по памяти, объемам встроенной памяти. Что выбрать? Если хотите сэкономить, берете Fold 5 и не переживаете, получаете обновление с Galaxy AI в скором времени. Если хотите гарантию, то, конечно, такой аппарат будет стоить уже дороже. 145, 150, 160 тысяч. И тогда разница с этим, она уже не так велика, и стоит взять все-таки новинку. Либо, так же, как я, вы победили зеленую жабу, тогда берите Fold 6. Он прям классный. Новизна обеспечена, и мне он нравится. Нравится тем, что предлагает, знаете, как хорошо разношенную обувь, но новая. Вы покупаете знакомую обувь, все вам знакомо, все хорошо, но появились всякие финтифлюшки, которые делают аппарат удобнее. Насколько это стоит ваших денег, не знаю, смотрите сами. На этом все. С этим сравнением будут другие ролики про ДЭИ-статьи на сайте, сообщения в Телеграме. Так что смотрите, читайте, комментируйте. Аппараты, оба аппарата, очень и очень достойные. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Пока.